Привет, друзья! Я не нашла попугая и показываю вам вот такую чудесную сову. Решила вчера снять видео в центре райда, решила показать наши ёлочки, которые ставит муниципалитет в центре города. А я вот не знаю, я сказала, что у нас не принято вот так. Всем привет, друзья! Вот смотрите, наступил Новый год у нас, да? 2020-й. И что-то я не заметила, чтобы кто-то подвёл итоги 2019-му. Не знаю, подводили вы итоги 2019-го. Что хорошего было у вас в 2019 году? Что плохого было у вас? Мы всё ждём от Нового года каких-то сюрпризов, подарков. А может быть и старый год не так уж плох был. По крайней мере, я думаю, что и 2019 год тоже бы надо вспомнить, добрым словом. Вот, вы знаете, что ещё хочу сказать? У англичан, я вам не рассказывала, но у них принято всегда подводить итоги старого года перед Рождеством. Но не так просто подводить итоги, как мы привыкли по телевизору или ещё где-то нет. Вот они, например, своим друзьям рассылают такие письма, вот я насколько знаю, вот у моего мужа были друзья, и ему всегда присылали письма. Кто-то на одном листе мелким убористым почерком, кто-то даже умудрялся на двух и на трёх листах. Пишут о себе, о своей семье, что случилось у них. Вот, вы знаете, так интересно. Казалось бы, ну, может быть, конечно, для друзей это имеет значение, как прошёл год этих людей. Но вот они посылают, даже бывает и знакомым, вот такую долгую-долгую писанину. Какими вехами я характеризовался у них в прошлый год, хорошими или плохими, не знаю. Я у нас такого не замечала, чтобы кто-то другому человеку прислал послание поздравления с Новым Годом, и там бы написал. А вот я хочу тебе рассказать о своей жизни в прошлом году. И на два листа написать. И вы знаете, пишут интересно довольно-таки, порой просто такие захватывающие рассказы. А я вот не знаю, я сказала, что у нас не принято вот так вот писать такие письма с тем, с такими длинными рассказами, что было у вас в старом году. И отсылать их своим друзьям. Я не знаю, может быть, где-то кто-то так и делает. Поделитесь тогда со мной. По крайней мере, вот я увидела это впервые только здесь, только в Англии. И меня это, в общем, тоже немного удивило. Не знаю, есть ли интерес у людей читать про то, что случилось с другими в течение всего года. Ну, наверное, только если это семья, а просто знакомым вот так рассылать. Ну, не знаю, может быть, даже интересно, что вы думаете. Ну, если какие-то случаются несчастья, конечно, тоже это всегда упоминается. Вот я в связи с этим решила и вам рассказать, что было в девятнадцатом году у меня. Ну, вот, например, для меня этот год, он был просто великолепным. Если мы там подведем итоги, да, во-первых, я, конечно же, прошлый Новый год я встретила в Таиланде. И это великолепно. Было новое впечатление, новые друзья, новая атмосфера, все было новое. Дальше я, ну, продолжаю оставаться с человеком рядом, который мне очень нравится. Это, я считаю, тоже положительный момент. Я была также в Праге, осуществила свою мечту. Красавица Прага и знаменитые часы, и знаменитый Карлов мост. То, о чем я мечтала, я это все увидела собственными глазами. Я была счастлива. Дальше я даже умудрилась съездить в дом отдыха. Но я, конечно, подозревала, что этот дом отдыха будет намного интереснее и лучше, чем он оказался на самом деле. Мой дом отдыха в Сергеевке. Но, тем не менее, там было тоже интересно. Вы знаете, я как бы вспомнила свою жизнь когда-то в СССР. Это был такой опыт сравнить, что было тогда и что сейчас. И для меня было удивительно, что сравнение в положительную сторону. Я говорю о людях. Люди стали более добрыми, отзывчивыми. Люди стали как-то положительно настроены больше. И более воспитанные, я бы так сказала. Что еще? Ну, я, конечно же, побывала в России целых полтора месяца. Я была на своей родине. Это тоже большое счастье, я считаю. Я была также в Лондоне. Всего, конечно, несколько, ну, пару дней я была в Лондоне. Я посетила своих друзей. Это было тоже великолепно. Я, кстати, еще что по поводу приобретений. Даже не знаю. Ничего такого серьезного, наверное, пожалуй, я для себя в этом году не приобрела. Но я человек неприхотливый. И для меня главное это общение. Для меня главное это мои друзья рядом. Там моя семья рядом и близкие люди и любимые. Еще, конечно же, за этот год у меня прибавилось число подписчиков, возросло в два раза. Я очень-очень рада и счастлива такому продвижению своего канала. И всех опять же вас я приветствую, благодарю. И я думаю, что мы с вами дальше будем продвигаться только вперед и достигнем миллиона подписчиков. Я обещаю вам интересные новые ролики. Так, что было еще? Наверное, даже тут я хочу сказать. Знаете что? Было очень много маленьких встреч. Было очень много маленьких событий, которыми каждый день наполнен. Но вот какие-то такие вот более-менее значимые я обозначила. Я не могу сказать, чтобы что-то случилось негативное или плохое. И это очень хорошо, что все мы остались здоровы, все мы остались живы. И это тоже большое-большое дело. Я свою не пошевелила камеру, потому что я кофе пью, как обычно. У меня тут небольшой даже раскардаш, видите. Я пришла в свое кафе. Вот такое вот олива 3, как обычно. Здесь очень-очень много людей. А если я вам скажу, что сегодня у нас 31 декабря и что сегодня у нас канун Нового года, вы не поверите, сколько здесь людей. Так вот, что хотела я сказать вам. Что столько людей сидит в кафе, когда 2 часа дня, 31 декабря. Дома никого, а все здесь опять в кафе сидят. Чаевничают, кофе пьют и обедают. Новый год, канун Нового года, 31 декабря. Не празднуют здесь англичане Новый год. У них вот Рождество. Рождество прошло и все. Новый год наступил в Рождество. И теперь 31 декабря Новый год. Это так, знаете, просто, как я сказала, обычная веха в календаре. Вот это очень странно, непонятно. Не знаю, как-то вот они и вообще-то, сказать по правде англичане, не умеют особенно праздновать. И даже Рождество. У них как-то все это скучно, вы знаете, абсолютно неинтересно. Не то, что у нас застолье, песни, пляски. Здесь это все вот так чисто символически собрались. За столом посидели, поели индейку, поговорили неспешно и разошлись. Ну, ладно, я, знаете, только друзья какие-то у меня. И то немного. Да, в общем-то, даже и не друзья, а скорее даже будем говорить знакомые мои. Семьи моей здесь нет, поэтому я, конечно, праздную так где-то со знакомыми на вечеринке. Вот сегодня пойду на вечеринку. Будем мы немножко отмечать. Не думаю, что там будет интересно. Это просто в ПАП мы идем с друзьями. Вот. Ну, что еще меня удивило, хочу вам сказать, что вы знаете, ну вот в связи с тем, что у них уже после 25 декабря как бы наступил Новый год, да. И вот сейчас у них во всех вот этих шикарных магазинах, в которых я частенько с вами бываю, которые мне очень нравятся, здесь пошли уже скидки. И вот, как говорится, прямо самая макушка Нового года для нас, казалось бы, да. А у них уже какой-то, я зашла, вот то красивое, такое было очень хорошо декорированное помещение с камином, с елками, помните? Теперь там уже, я зашла, уже обслуживающий персонал, там собирает все это, снимает, елки эти уже набирают, представляете? То есть, все, праздник для них закончился. И у них сегодня грандиозный, вчера и сегодня уже были грандиозные скидки. После Рождества у них скидки на всю новогоднюю продукцию. Ну, не сказать, что уж очень такие грандиозные, я, наверное, неправильно сказала, но вот скидки 30%, 30-35%. Даже я увидела там на белье спальные принадлежности скидки 70%. Ну, это, наверное, не связано все-таки с Новым годом. А вот вся новогодняя вот эта мишура сейчас, кто экономит деньги и кому не к спеху, как говорится, для следующего года можно покупать с большими скидками именно сейчас. Как это для меня опять же странно, ведь еще Новый год не наступил по нашим представлениям. 31 декабря уже у них все закончилось, а у нас еще только-только начинаются все праздники, я так понимаю. Потому что я помню, что когда мы были детворой, то у нас с 31 числа и до самого 10 января были елки каждый день. Сначала в школе, потом на работе у мамы, потом на работе у папы, потом в каком-то дворце культуры, которое я тогда в огромных количествах посещала. Еще где-то у друзей, я не знаю, потом нас приглашали, давали такие приглашения, дворец культуры какой-нибудь, дворец спорта. И помню, что мы с сестрой всегда соревновались, у кого будет больше подарков. Потому что эти подарки, помните, наверное, да, вот такие вот целые мешки конфет, кульки. Очень красиво тоже собранные с любовью. Там обязательно была мандаринка, там обязательно был какой-нибудь большой шоколад, и там обязательно была пачка вафель, я помню, ну и конфеты. И всегда считалось, конечно, что подарок тот лучше, в котором больше шоколадных конфет. Были также и карамельки обычные, всякие риски, сосательные конфеты. Но было много и шоколадных. И помню, что таких подарков у меня за время новогодних каникул собиралось где-то по 9-10 вот этих вот пакетов. Наверное, и вы тоже помните эти времена чудесного нашего детства советского, в котором не все было так плохо, как нам сейчас рассказывают. Так вот, эти все подарки. Мы, помню, высыпали на кровать и смотрели, считали конфеты шоколадные, раскладывали отдельно. Отдельно раскладывали мандаринки, шоколадки, вафли. И отдельно, конечно, всю вот эту вот ерунду, которую я практически не ела. Вот эти карамельки сосательные всякие. Иногда, конечно, подарки были очень хорошие. Но никаких там жвачек, никаких вот этих чупа-чупсов, естественно, никогда не было. Мы этого и знать не знали. Но зато у нас был Мишка на севере, зато у нас была Белочка и Каракум. И, наверное, много других названий конфет, вы помните. Петушок. Вот такие вот потом была Ану-ка, отними. Таких красивых фантиков. Так что в Англии, друзья, Новый год наступил 25 декабря. Люди уже Новый год встретили. А мы тут что-то еще запаздываем. Да, знаете, что хочу сказать. Вот не знаю, как в Лондоне, может быть, в Лондоне есть салют. Да, скорее всего, даже есть салют. А вот здесь у нас на острове нет, здесь салюта нет, фейерверка нет. Ни на Рождество, ни на Новый год. В этом году никто ничего не стрелял. Петарды, как обычно у нас бывают, знаете, все с ума сходят, стреляют. Невозможно просто до 4 часов утра вся эта стрельба стоит, как я помню. Нет, здесь тихо, спокойно. Обратите внимание, это ведь уже мимоза набирает цвет. Декабрь месяц, представляете. Вот еще какой-то цветок, написано «Скимия». По-английски написано «Скимия». Вот это. Но я не знаю, тоже много ее здесь, и видите, вся в цвету. Так что, друзья мои, у всех, конечно, свои обычаи в каждой стране по-своему. Вот здесь я вам немножко рассказала, как в Англии, да? Ну, совсем по-другому. Я удивилась, что мне написали многие, кто живет здесь, в Англии, на материке, как мы называем, на Большой Земле. В Уэльсе вот мне написала одна девушка. Написала одна женщина откуда-то из севера Англии, не помню название. И пишут, что у них тоже скукота невозможная, что никто ничего не празднует, все по хаткам сидят. И вы знаете, так интересно, я хотела вам показать, какие елки здесь городские устанавливает муниципалитет для людей. И вот я выбрала такое, наверное, неудачное время. Я приехала в центр райда посмотреть и показать вам эти елочки. Это было тоже канун Рождества, 25 декабря я приехала. И вы знаете, я удивилась. Было такое впечатление, что случилась то ли война, то ли бомбежка, то ли что, и все люди попрятались. Потому что в центре райда обычно много гуляет людей. Обычно там все-таки, знаете, это не маленькие какие-то деревушки, в которых я частенько с вами гуляю. А это большой город, много магазинов. И я никак не ожидала, что там было пусто. И бумажки летали, знаете, как в страшном сне, в каком-то фантастическом фильме. И когда я поняла, что к чему, что там оказывается, ну, во-первых, вот этот вот, как бы перед Рождеством, все, может быть, там что-то собираются, какие-то готовят столы, приготовляют. Да, так еще и магазины же все у нас были закрыты. И поэтому вот посмотрите мое видео, там ни единой души. Многие и так удивляются, почему людей так мало. Но я говорю, что я-то раньше выбирала как-то такие места, чтобы мне не мешали с моей камерой гулять, не отвлекаться, показывать вам все эти дома, всю эту красоту. А тут оказалось, я приехала в центр, и там просто люди вымерли. Мне даже, знаете, поначалу показалось, что не стоит вам и даже и выкладывать вот этот вот странный ролик без людей. Но, впрочем, я его вам все равно покажу, хотя он уже немножко запоздал. Но по нашим меркам, нет, не запоздал как раз к Новому году. Посмотрите, как все это происходит здесь у них. И елка, друзья, посмотрите еще раз на нее, что вы по этому поводу думаете. Это вот городская такая елка в самом центре нашего города. Видите? И вы знаете, я вам показываю эту елочку в центре, городскую, так сказать, да? Ну, и вот еще одну елочку сейчас вам покажу. Тоже городская. Это уже здесь на другой площади стоит она. Но она абсолютно, по-моему, адекватна, абсолютно одинаковая с той первой елочкой, которую я показала. Это тоже в райде в центре. Вот она, наверное, ну, я не знаю, от силы метра четыре, метра четыре, метра пять. Вот. Вот эту елочку здесь ставит этот вот банк на Твест. Это его здесь площадь. И вот здесь красивый отель у нас, видите, Кроун. Тоже там Деда Мороза и Зайца посадили. Какие-то огонечки, какие-то подсветки вечером здесь. Но сейчас вот даже так как у нас неделя Крисмос, Рождества, то здесь огонечки горят даже и днем, видите? Почему нет людей? Потому что я, вы знаете, вообще-то выбрала такое время не очень подходящее. Сейчас у нас, во-первых, все магазины закрыты. А во-вторых, сейчас еще и обед. И все обедают, скорее всего, дома. Я просто вам показываю, чтобы вы имели свое представление, какая она разная. Бывает Англия. И как по-разному здесь воспринимаются праздники у нас и у них. Все это все в каждой культуре по-другому. Я хожу опять по этому великолепному саду, гарден. И здесь вот эти мраморные скульптуры. Это же просто тоже великолепная вещь. Вот 85 фунтов стоит вот эта мраморная, красивая фигура девушки-ангела. Ну, а эта стоит 200. Я вам не озвучиваю цену, просто хочу показать, насколько красивые здесь бывают, продаются. Это садовые такие статуи, специально для сада. Ну, или, может быть, даже если у кого-то огромный есть холл в большом доме, с высокими, с широкими, большими помещениями. Можно даже поставить где-то и у камина вот такую прелесть себе, да? Вот такие сегодня у меня с вами разговоры. Вот таким я с вами своим размышлением поделилась, друзья. Поздравляю вас опять с наступающим Новым Годом. Всего вам доброго. Желаю счастья. Желаю веселья. Желаю долгих-долгих-долгих праздников. И чтобы вы не устали, конечно. Всего вам доброго. Пока-пока. Показываю собачок вам. Субтитры сделал DimaTorzok